В Балакове полным ходом идут работы по благоустройству. Деньги на это есть. Компания «Фосагра» за последние три года выделила 370 миллионов рублей на преображение города, в котором работает одна из производственных площадок. В феврале глава Балаковского района и директор Балаковского филиала АО «Апатит» подписали очередное соглашение о сотрудничестве по созданию комфортной городской среды. В этом году большую часть средств направили на освещение пешеходных дорожек, которые были отремонтированы в своё время также при финансировании «Фосагра». Специалисты Балаковского филиала АО «Апатит» еженедельно выезжают на объекты, общаются с подрядчиками и рабочими, контролируют процесс. На этот раз во время рейда обратили внимание на освещение тротуара на проспекте Героев. Из 11 объектов 9 уже выполнена работа, так сказать, комиссии приняты, сделали замечания, подрядчик устраняет эти замечания, они незначительные. Это, скажем так, 10-й объект, плюс 11-й объект у нас будет на сквере «Фосверхлого». Представитель подрядчика заверяет, если есть возможность не портить тротуары с крышными работами, то используют метод прокола. Он позволяет протягивать провода под асфальтовым покрытием. Время благоустройства в любом случае занимает определенное. Усадку, асфальтирование, у кого-то брусчатки и тому подобное. Мы уходим от этих работ, от демонтажных, за счет ускорения, получается, у нас методом прокола прокладываем кабеля. То есть люди как ходили, так ходят по тротуарам, мы им практически не мешаем. Сергей Афонин ответил на наш вопрос о резонности замены действующих светильников. Не лучше ли оставить старый столб, поменяв лишь оголовок? Представитель Балаковского филиала АО «Апатит» рассказал, места проведения работы выбирали в администрации района, исходя из потребностей жителей, поскольку существующие фонари не всегда были эффективны. Кроме того, сейчас устанавливают освещение нового поколения. Применяют светодиодные лампы мощностью до 100 ватт. Соответственно, освещение будет в разы лучше. Кроме этого, участники рейда осмотрели и новые тротуары, которые появились благодаря химикам возле некоторых социальных объектов. На данный момент завершены работы по благоустройству прилегающей территории возле Балаковской епархии. Близится к финалу ремонт дороги и пешеходной зоны возле 25-й школы. «Контролируем ход работ, приемку делаем работ, делаем замечания, контролируем устранение этих замечаний. Ну и подрядчик всё равно есть пять лет гарантии. В случае, если по его вине будет что-то, так сказать, нарушено, на этом объекте он будет ремонтировать за свой счёт». Но не только в городе проходят работы. В селе Боков-Отрог возле центра Гореко-Римской борьбы появилась большая спортивная площадка. Её обустроили на месте пустыря. Пока вход на новую площадку закрыт, потому что работы продолжаются. Освещение, видеонаблюдение, спортивное оборудование уже установлены. Дело осталось за малым – обустроить въезд с асфальтовым покрытием. Примерно через неделю и жители села Боков-Отрог, и воспитанники центра Гореко-Римской борьбы смогут приступить к занятиям на современной спортивной площадке. А мы ждём новых приглашений на экскурсию по городу, который хорошеет благодаря Фосагра.